Михаил Чусовитин больше не завидует старшему брату, два года назад получившему жилье. После Нового года Миша с женой и двумя сыновьянами, младший из которых пока совсем еще кроха, заедет в новый теплый кирпичный дом в поселке Новоазбест под Тагилом. Когда Мише 4 года было, вместе с братом приживой матушки, лишенной родительских прав, их отправили из села Петрокаменское в поселок Горноуральский, в детский дом. Выпустился в 2011 году, отучился в училище на сварщиках, потом сходил в армию, пришел, встретился с другом, с 2015 года вместе уже. Михаил признается, что ушам своим не поверил, когда ему позвонили и сообщили о том, что на днях он получит ключи от новой квартиры. В пятиэтажном доме на улице Бажова в Новоазбесте, который был построен для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 60 квартир. Все квартиры в этом доме однокомнатные, площадь квартир более 33 квадратных метров. Молодым новоселам дважды повезло. В канун Нового года они не только новое жилье получили, но и комфортную среду тоже. Возле подъезда построены пандусы для удобства мам с колясками, а вокруг пешеходные дорожки и тротуары. По соседству изумительный сосновый бор. Сиротский дом в бывшем поселке Куделька, его так нарекли еще в начале 20 века из-за месторождения азбеста, подрядчик возвел с нуля за 10 месяцев. Областной бюджет инвестировал в строительство двухсекционного дома для повзрослевших сирот 97 миллионов рублей. Теперь здесь, на улице Бажова, в Новоазбесте, три таких дома. Предыдущий был пущен в эксплуатацию в 2017. По случаю новоселья, подъезд дома на время был ленточкой алой перебинтован. Глава поселковой администрации Дмитрий Полянский торжественно сообщил о том, что дали цитата. «Скоро в поселок приедут молодые люди со своими семьями, с детьми и счастливо заживут под крышей замечательного дома». Из-за холода и ковида местная власть и подрядчик медлить с ножницами не стали. А слегка озявшие новоселы, перед тем, как получить ключи от новой жизни прямо в подъезде на первом, подписали договор социального найма с областным фондом жилищного строительства. И тут же разбрелись по этажам, чтобы увидеть новые квартиры. Двухлетний Ваня, сын Михаила, первым делом проверил, как работает сливной бачок в туалете. А его отец прикидывал, на какой стенке в большой комнате он повесит телевизор. «Радует то, что не студия. Комната большая, кухня тоже большая. Светлая, теплая. Теплая очень». По данным чиновников, фонда жилищного строительства к 1 декабря в Горноуральском округе в жилье нуждались 153 сироты. Те, что по бумагам по-прежнему числятся детьми, осиротевшими или же оставшимися без родительского присмотра. Хотя в реальности все новоселы уже взрослые люди, у которых свои дети. После пуска в эксплуатацию пятиэтажки на Бажова 11, сиротская очередь продвинулась вперед почти наполовину. И это только в одном муниципалитете. Всего же в 2020-м на Горноуральщине ключи от квартир получили 804 бывших воспитанников детских домов и приютов. К слову, за права некоторых из них, и Михаил Чусоветин в этом смысле не стал исключением, вступилась прокуратура. Кто-то может отказаться, какой-то ребенок, это их право отказаться. Например, был он первым в очереди, отказался, пока ему не нужно по каким-то причинам. Отказался от квартиры, будет ждать следующего дома, будет ждать следующего прибытия. Но это уже его право и его выбор.